Хочу начать необычно эту выставку. Хочу начать с анонса. Анонс будет следующее. 20 числа декабря этого года мы будем проводить здесь аукцион по продаже картин. Но аукционов всяких много было. Мы так подумали, такой небольшой мозговой штурм был и решили таким образом сделать, каким никто не делал. На аукцион будет выставлена 21 картина и в каждой картине с тылу будет прикреплена коробочка ювелирная. В 20 коробочках будет изделие из хирургической стали позолоченное, а в одной коробочке будет ювелирное изделие ценой приблизительно 2,5-3 тысячи долларов. И аукцион чем будет интереснее? Учать картин немного и шансы стать счастливчиком достаточно высоки. Ну это одно. Второе, что приобретя картину, здесь будут предлагаться весьма достойные картины. Человек уже принесет домой что-то светлое и красивое. Плюс маленькая утешительная, так сказать, фишечка в виде позолоченного изделия. Ну а счастливчик тот получит, как говорится, все, что ему полагается по статусу счастливчика. И кроме этого я сумел договориться с одной из ведущих ювелирных фирм на рынке Одессы о том, что в течение 10 дней счастливчик может прийти туда и, соответственно, или поменять. Может им не нравятся изделия, как перламутровые пугницы нужны, а у вас простые и так далее. Поэтому можно будет даже доплатить и взять еще что-то дороже. Вот такой дополнительный бонус у нас. У меня даже задавали вопрос, ну а если не купят все картины? В принципе, тоже такое может быть. Ну тогда мы сначала открываем в конце аукциона все купленные картины, коробочки на них, а потом достаем те, которые не купленные, открываем и предъявляем, что там на этих коробочках. То есть все будет абсолютно открыто, все будет абсолютно прозрачно. До этого мы сделаем небольшую комиссию из маститых одесских художников, которые определяют цену этих картин, чтобы не было такого, что мы там определились по палец в потолок и назначили цену. То есть все будет соблюдением, как говорится, норм морали, приличия и всего остального. Но таким образом мы мало того, что поможем художникам, но еще и сделаем кого-то более счастливым перед Новым годом. То есть немножко подменим Деда Мороза. Ну как-то вот так вот об этом я вам рассказал. Это будет, напомню, 20 декабря в 12 часов. Предварительная запись на участие в аукционе может начаться с 25 ноября. По нашим телефонам, кто хочет рискнуть, милости просит. Добрый день, друзья. В рамках подготовки к нашему аукциону лотереи, который будет проводиться в декабре 20 числа в 12 часов, мы начинаем дальнейшую подготовку нашего антуража, который будет присутствовать на этом аукционе. Здесь это вот те изделия, которые попадутся счастливчиком, но не очень. То есть это как раз изделия французской ювелирной фирмы Доре. И это хирургическая сталь позолоченная. И плюс, значит, тут соответственно фианиты, не бриллианты, но достаточно выглядит качественно и богато. И теперь я покажу вам, как этот процесс будет проходить. Запечатывание этих наших сокровищ. Берем сургучек. Поджигаем. И так, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений. То, что там положено, то там и останется. Начинаем его запечатывать сургутем. В любом случае тот, который как бы получит утешительный приз, все равно этот приз смотрится достаточно богато и презентабельно. И поверьте мне, ни одна, ну такая не очень, вернее не капризная женщина, ни одна не откажется от такого сюрприза в своем арсенале. Всегда можно не обязательно блистать подлинными бриллиантами, а выглядеть прекрасно. Вот это надо всегда. Поэтому они, вот эти украшения, как раз смогут помочь в решении этой проблемы. Итак, у меня есть собственная печать для таких целей. И этой печатью я запечатаю коробочку, свидетельствуя о том, что там уже останется то, что туда положено. Ну, дальше процесс не быстрый, поэтому мы пока делаем поступательно. Не торопясь, чтобы успеть к назначенному сроку. Спасибо за внимание. Спасибо. Всего доброго.